Продолжение следует... Действительно, достаточно интересную тему Дмитрий затронул, и я, увидев, что вы ее обсуждаете, решился представить и свое видение, то, что мы конкретно на практике реализовывали за последние годы. И, конечно же, мне будет важно ваше мнение, ваши комментарии и вопросы, потому что это позволит мне каким-то образом понимать, в каком направлении дальше двигаться. Основной доклад будет, безусловно, на основе практики работы, которую мы произвели до этого. Я непосредственно некоторое время назад начал возглавлять фонд сохранения этнокультурного наследия, а через некоторое время, которое занимается сохранением традиций и многими другими проектами совместно с большим количеством институтов. Ну и через некоторое время, соответственно, начал работать более серьезно уже в Институте Востоковедения. Это основное сейчас мое место работы. И поэтому, исходя из опыта работы в фонде, я могу, и в котором я сейчас, разумеется, тоже занимаюсь, я могу уже поделиться, исходя из опыта и практики, теми ошибками, теми достижениями и теми моментами теоретическими, на которых мы основывались, когда, соответственно, реализовывали эти проекты. В первую очередь, конечно же, сейчас я представлю презентацию, наверное, так будет удобнее все-таки. Сейчас я через демонстрацию экрана это сделаю. Эту инициацию мы должны пройти все. Мы видим. Ну, отлично. Спасибо большое. Тема, значит, это, соответственно, сейчас секундочку, чтобы мы шли по слайдам. Сейчас посмотрю, у меня идет, здесь все идет. Значит, цифровизация научной информации для сохранения преемственности в изучении Южно-Тихоокеанского региона и развития двусторонних отношений между Россией и Папула-Новой Гвинеей. Поскольку интересы мои, это, в первую очередь, Папула-Новой Гвинеи, поэтому я буду говорить об этом. Однако, возможность развития отношений может быть не только, разумеется, с Папула-Новой Гвинеей. Мы, в двух словах, сейчас я вначале должен представить, что деятельность по сохранению, обеспечению преемственности научных традиций, она необходима, мы все прекрасно знаем, для передачи накопленного опыта и знаний в следующем поколении. Мы сейчас затрагивали эту тему. И эта работа, о которой мы будем говорить, она позволит и позволяет в какой-то мере связать те поколения, которые накопили достаточно большой опыт. И, соответственно, этот опыт не расплескать, не потерять, а взять его для того, чтобы в дальнейшем двигаться. Как мне когда-то сказали, что потомки должны не только помнить и чтить память, а действительно пользоваться плодами трудов. Так вот, чтобы пользоваться плодами трудов, нужно конкретно иметь этот оцифрованный материал. И если мы понимаем в эпоху до создания электронных носителей и средств информации, этот процесс осуществлялся путем фиксации передачи научных данных на бумажных носителей, доступ к которым мог быть ограничен или утерян навсегда. Мы знаем, что, к сожалению, такое происходит. То век современных цифровых технологий передачи научных знаний перенесена на высокотехнологичный уровень. И этот уровень позволяет обеспечить надежное длительное хранение данных в цифровом формате, открывая к ним всеобщий доступ в виртуальном пространстве. Ну и посмотрим, соответственно, те направления движения, которые у нас в Российской Федерации есть, поскольку это поддерживается постановлением проектов Российской Федерации от 29 марта 2019 года, где была утверждена государственная программа, это научно-технологическое развитие Российской Федерации и срок реализации до 2030 года, с 2020. В задачи этой программы входят эффективные организации и технологические обновления научно-технической инновационной деятельности и поддержка всех стадий жизненного цикла знаний за счет формирования эффективной системы коммуникации в области науки, технологий, инноваций. И создание, конечно, инфраструктуры информационного обеспечения, научно-технической, инновационной, высокотехнологичной деятельности с обеспечением, конечно, беспрепятственно доступа к ней, то есть общего доступа, что достаточно важно. В программе существует развитие национального интеллектуального капитала и указана необходимость расширения влияния науки на общество, что конкретно нас и волнует. Соответственно, каким образом мы можем наши научные знания и тот накопленный научный опыт, как мы можем их обогащать не только ученые умы, а, соответственно, общество давая им пользу и, соответственно, как экономисты говорили, соответственно, по поводу экономического прогресса давая, разумеется, экономический прогресс. Ну и, соответственно, применение цифровых технологий, я обязан об этом сказать, потому что, вот, кстати говоря, если мы будем говорить о том, в том году у нас был год объявлен, мы препятствуем годом науки и технологий, в течение которого прошли ряд мероприятий и далее. И вот непосредственно с середины 2000-х годов у нас существует, с середины 2000-х годов у нас в России существует динамичное развитие, оно получило такое направление, как цифровая гуманитаристика. И вот, соответственно, именно там использовалось создание макетов, 3D-моделей, систематизация архивных данных. И если говорить о гуманитаристике, именно GKDH, это объединяющие методики и практики гуманитарных, социальных и вычислительных наук с целью применения и интерпретации новых цифровых информационно-коммуникационных технологий в гуманитарных науках и, конечно, образования. И при этом цифровая гуманитаристика является естественным продолжением традиционной сферы гуманитарных наук. Это цифровые методы, которые используются в своей научной деятельности, как в 3D-моделировании, компьютерных графике, соответственно, контент-анализ, базы данных, другие системы. Ну и, соответственно, об этом говорили как раз в Институте Канта в области и кандидаты исторических наук Баранова из Балтийско-федерального университета имени Манейла Канта. И, соответственно, об этой информации очень интересно у них написано. Сегодня ведущие университеты выпускают специалистов всех ступеней, извините, прошу прощения, в сфере цифровой гуманитаристики. То есть для молодежи это, соответственно, адекватно и понятно. Значит, оцифровка, описание архивных фото, рисунков, выставки, фильмы, карты, книги – это те направления, которые непосредственно занимается фонд Миклух Маклая, который был организован в 2016 году. И, разумеется, самостоятельным образом это невозможно было бы сделать, потому что вся эта работа непосредственно происходила при участии, соответственно, Центра изучения Института Востоковедения и Института этнологии и антропологии, точно так же кунсткамеры, музеи антропологии МГУ, в первую очередь основываясь на той информации и на знаниях тех ученых, которые работают в этих научных учреждениях, была осуществлена работа. То есть фактически на первоначальном этапе организация создала возможность непосредственно ученым работать по определенным проектам, задала вектор непосредственно оцифровки этих данных. Почему это произошло, изначально поделюсь своим опытом, потому что активная деятельность началась немногим задолго до 2017 года, когда произошла экспедиция непосредственно с учеными из Москвы и Санкт-Петербурга в Пополновую Гвинею, которую я возглавил совместно с учеными, с которыми мы готовили ее несколько лет, ну и, соответственно, столкнулись с интересной ситуацией, что достаточно мало информации, несмотря на то, что огромное количество было собрано, мало информации оцифровано, очень трудно искать в источниках. Некоторая информация может быть просто утеряна в связи с тем, что некоторые книги действительно в связи с трудностями в 90-х годах, когда они печатались, печатались на некачественной бумаге. С этим мы столкнулись на практике, вот поэтому эта деятельность и началась, вот с чего это все изначально произошло. Значит, в первую очередь хочу обратить внимание и объяснить непосредственно, каким образом происходит оцифровка описания фото, и к чему это приводит, поскольку здесь достаточно важным моментом является непосредственно возможность визуализировать те рисунки, фотографии для того, чтобы непосредственно дать общее представление, а в некоторых случаях не общее, а детальное представление о регионе, о непосредственно жизни, бытие, традициях. И непосредственно начиналось это все, поскольку я говорил, что началось у нас с экспедиции на берег Макай с учеными, с того, чтобы мы могли это все дело изучать. Выяснили, что оказывается достаточно мало материала оцифровано, как я уже сказал, поэтому в нашей задаче стояло непосредственно его оцифровать. Сама по себе оцифровка оказалась в настоящее время не сложным делом. С одной стороны, если мы говорим о фотографиях и рисунках, однако достаточно трудоемким в описании, потому что, к сожалению, иногда мы находили ту ситуацию, что, имея достаточно хороший материал, не все материалы были достаточно подробно описаны, когда ты отдельно идешь по каждому из материалов, из каждого из рисунков, ты видишь это очень подробно. Непосредственно то, что мы… А вы видите, да, нашу демонстрацию экрана и все… Да-да-да, все прекрасно, Николай Николаевич, все движется, спасибо. Спасибо большое. Я стараюсь быстро, чтобы у нас осталось время на вопросы. Пожалуйста, располагайте временем, все, сколько нужно говорить, и очень интересно все. Все у нас непосредственно легло. Это выставочные проекты, все эти проекты непосредственно. Мы представили порядка 60 выставками, столкнулись с тем, что они стали популярны и интересны именно благодаря визуальному контенту, именно возможности того, что мы совмещали непосредственно исторические рисунки и современные, показывали разницу, динамику, объясняли описанные рисунки с точки зрения того, как это повлияло на сегодняшний день, как это повлияло на людей и что на сегодняшний день происходит. Фактически эти выставки были погружением, не просто экскурсией, а целым путешествием. И в связи с этим появилась необходимость оцифровывать в большом количестве этот контент для того, чтобы давать возможность проводить их по регионам. И вот эти 60 выставок смогли быть реализованы только лишь по той причине, что мы давали возможность непосредственно оцифровывать контент в определенном обязательно правильном стиле, который мы давали с обязательным условием преподнесения информации согласно правильному описанию, согласно той необходимой экскурсионной программой, которая была нужна с сопровождением видео, демонстрировать по стране. Соответственно, цифровой контент именно позволяет максимально дать возможность очень близко получить информацию без искажений. Разумеется, они происходят, но в этом плане выставки, правильно оцифрованный материал, правильно подный материал дает возможность это сделать в минимальной форме. Значит, научно-популярные фильмы. Обязан об этом сказать непосредственно. Я с коллегами, соответственно, и снимали, и делали эти фильмы. Ряд из этих фильмов я являюсь режиссером, поэтому понимаю конкретно, с какими сложностями мы сталкивались. Одна из первых причин, почему мы начали это делать, и в чем отличаются эти научно-популярные фильмы. В первую очередь, это тот источник, на который могут основываться действительно следующие поколения. Перепроверяли каждое слово, перепроверяли каждую подачу, каждый вопрос. Не было фильма, который бы исходил из публицистических желаний или мнений. Он мог основываться только на тех фактах, которые там есть. Меня это очень волновало по той причине, что я наблюдал в связи с родственной связью с Миквухом Акаем очень часто фильмы, где показывали папу Нового Гвинея, бежит кенгуру из Австралии. И вот даже вот эти детали, они, конечно же, не позволяли точным образом, например, детям, да, смотря эти фильмы, меня дети спрашивали, а что там вот кенгуру такие? А я даже не замечал, думаю, ну и бог с ним, это же ерунда. Нет, это не ерунда. И вот поэтому научно-популярные фильмы, именно четко, красиво, правильным образом оформленные, они позволяют нам сохранить и сделать ту связь между поколениями молодым, которым интересно в то же время, интересный, хороший контент, но с обязательным условием, правильной, четкой подачи. Хочу обратить внимание на научно-популярные фильмы, именно как на тот интереснейший контент, который может быть актуален для не только научных целей, а именно для образовательных целей, для целей того, чтобы именно вовлекать и продолжать изучение определенного региона или, в принципе, в исследовательскую деятельность. по той причине, что если я сталкивался непосредственно с той ситуацией, когда предлагались снимать художественный фильм, и для художественного фильма, разумеется, необходимо что-то более, как мне говорили, интересное. То есть нужна любовь, нужна дравма, нужна трагедия, нужны еще какие-то моменты, которые мы просто так не покажем. И вот я, общаясь непосредственно с продюсером, который интересовался снять фильм про Миклуха Маклая, спросил такую вещь, можем ли мы быть консультантами у вас для того, чтобы он все-таки, хотелось бы, чтобы рассказывался, если вы говорите про Миклуха Маклая, именно про него, а не про кого-то, кого вы придумали, или кого вы представляете, как вы представляете. Говорит, конечно, можно, но только, пожалуйста, нам любовь, драма, трагедия, вот то, что я сказал ранее, оставьте. Ну, хорошо. И я обратился непосредственно несколько лет назад до Недовича Маркина, он непосредственно Маклая вед, достаточно долго работал в Институте технологии и антропологии, сейчас спокойно, и мы с ним очень дружно и общались много, и говорил, Данил Игоревич, ситуация такая, вот они хотят вот такие вот сюжеты, не могли бы вы быть у них консультантом, все-таки вы в этом плане очень хорошо можете им дать совет. Он говорит, вы знаете, они книжки мои читали, ведь в этой научной литературе все то, что они говорят и есть, им стоит просто их открыть и прочитать. И очень часто они, конечно же, многие, многие и очень многие непосредственно люди воспринимают научный материал, научно популярный фильм, как не тот материал, который может быть интересен. Мы пытаемся непосредственно благодаря этим фильмам разбить эти стереотипы, давая возможность, благодаря цифре, возможности доступности этого всего, представлять и знакомиться с той историей без искажения фактов. Ну, я вам должен сказать, что, например, для просмотра и для продвижения этих фильмов мы используем, например, сеть такую ВКонтакте и делаем там определенную нарезку маленьких коротких роликов, после чего люди могут посмотреть наши фильмы. Не поверите, молодежь смотрит по 400, по 500, ой, прошу прощения, по 40, по 50 тысяч лайков на все эти сюжеты. И, к сожалению, не всегда они идут потом в дальнейшем смотреть фильмы, но радует то, что, по крайней мере, уже контент, именно научный контент может быть актуален и для тех, кто умеет, как мы говорим, быстро, как я до этого сказал, быстро смахивать телефон и разбирается очень хорошо во всей этой технике. Итак, давайте посмотрим дальше, к чему приводит возможность непосредственно цифровизации в нашей научной работе по изысканию русских топонимов. Вот, например, мы последнее опубликовали с Еленой Виктором Говро, австралийский ученый, с которой мы работали над русскими топонимами, фактически взяли все архивные материалы и, включая микротопонимы, мы опубликовали книгу, соответственно, где представили 129 русских топонимов с подробным описанием. Эта книга сейчас, соответственно, в печати, она выше уже наверняка, но тираж ее достаточно маленький. Каким образом мы можем увидеть это? Ну, только если специалисты или только вот на нашем сайте института мы можем об этом узнать. Мы сделали следующим образом. Мы взяли описание всех этих топонимов, каждого из них, и нанесли на карты, на электронные карты, тем самым давая возможность непосредственно, как сейчас уже специалистам знакомиться с этим, так и, соответственно, молодежи для образовательных целей использовать это для того, чтобы увидеть историю исследований, например, в океане и в этом регионе, тем самым сохраняя и продолжая преемственность в изучении этого региона, потому что на основе того, что мы показываем, каким образом и сколько, и какой большой вклад был сделан, это достаточно 129 топонимов, это самое крупнейшее количество точек на планете, которые могут, соответственно, в этом регионе. В других регионах, безусловно, точно так же есть, но которые мы отыскали и которые мы нанесли, позволяет непосредственно сохранять историю культурного наследия и видеть непосредственно вклад России в изучение мира, не в колонизацию, а именно в изучение, что тоже очень важно, именно сохраняя правильные традиции для того, чтобы это все доступно в электронном виде, для того, чтобы знакомить широкий круг людей. Значит, карты путешествий. Мы говорили сейчас о деятельности деятельностями глухом Маклая, соответственно, многие его знают по деятельности и путешествию, легендарном путешествии на берег Маклая, на северо-восток острова Новая Гвиненька, который в последующем был назван берегом Маклая, но не все знают, что он действительно путешественник настолько, что 150 точек мы нанесли с подробным описанием его путешествия. При этом это все сделано таким образом, чтобы можно было кликнуть на точку, здесь увидеть описание, а внизу, если вы видите, у нас есть том, собрание сочинений, страница, то есть для исследователя, который захочет это все узнать и увидеть, он сможет это все найти. При этом я обязан вам сказать, что книга точно так же, которая не была оцифрована, сейчас на данный момент оцифрована, что является для нас тоже важным делом. С библиотекой и оцифровкой библиотеки и материалов, которые мы сейчас производили, с интересной ситуацией мы столкнулись. Дело в том, что оказывается, многие книги, которые оцифрованы, ну, по крайней мере, которые переизданы, иногда не имеют даже части глав или страниц, если их начинаешь листать, выясняется, что это, оказывается, не есть соответствие тому, что мы могли бы представить или заявлено в углавлении. Ну, по крайней мере, из десяти мы таких две книги нашли. Соответственно, сделав оцифровку, мы столкнулись со следующей ситуацией. Буду говорить на примере собрания сочинений, вот следующего, собрание сочинений, которое в семи книгах, в шести томах, которое было издано буквально вот с грифом, кстати, Института Востоковедения, Института науки и антропологии, достаточно серьезной объемной работы, которая началась нашими учеными еще в советское время, объединила непосредственно труд большого количества людей для того, чтобы выпустить в течение десяти лет выходило шесть книг, шести томник. Соответственно, поскольку не было денег на то, чтобы это публиковать, вот последние тома выходили фактически из той бумаги, которая, ну, газетная бумага, которая просто бы истлела лет через десять. Даниил Галыч Тумаркин рассказывал об этом, о том, что это мечта для того, чтобы это оцифровать. Я не мог понять, как можно не найти, не найти цифровые макеты. Мне было тогда уже непонятно, когда он об этом говорил, я был уверен, что это есть. Ни в издательстве наука, ни в каких-либо других заведениях мы не смогли найти никакой цифры обо всех этих материалах. То есть фактически труд десятков ученых об исследовании региона, о вкладе непосредственно в исследование этого региона, в изучение уникальных мест именно того времени, который описывал на тот момент только Миклухомакой, просто бы истлел. Тогда мы решили непосредственно сделать репринтное издание. Репринтное издание – это то, что позволяло бы сделать сканы этого всего дела. И когда мы начали это делать, выяснилось, что работа не привлечет внимания для того, чтобы можно было это читать. То есть мы бы это отсканировали, но для кого? Может быть, для трех, четырех, пяти, шести, десяти специалистов. Поэтому было принято решение очень серьезное. То есть мы собрали коллектив, в течение некоторого времени очень серьезно работали, нескольких лет подготовительных этапов, а в последнее время в течение нескольких месяцев очень активно со специалистами, которые, к сожалению, немного по оцифровке. Сначала великолепные машины по оцифровке – это по поводу возможностей оцифровки, которых нам кажется, что они существуют. Не всегда все то, как нам кажется, есть в том качестве, которое нам бы хотелось. Научную литературу оцифровывать непосредственно через машины, которая потом выдаст текст, невозможно. Она не дает абсолютно соответствия. В этом связи приходится книги полностью перебирать. То есть мы понимаем прекрасно, что если мы хотим непосредственно получить книгу хорошего качества, оцифровать ее. У нас есть два варианта. Первый – мы можем делать репринтное издание. Оно будет для узкого круга специалистов, потому что его не найдут в интернете. Один из моментов – это общая доступность, то, что был один из пунктов. Почему не найдут? Просто потому что в поиске эти страницы как PDF не будут искаться. Сканы таким образом не будут найдены. Или же непосредственно перебрать это все дело, сделать это в PDF таким образом, чтобы можно было и по поиску внутри книги это искать, и непосредственно, чтобы она была в большем доступе. Поэтому мы приняли это решение и, соответственно, при серьезной работе смогли оцифровать это издание. Оно прибавило некоторое количество страниц, выпустили его 500 книг тиражом фактическим. И, соответственно, оно сейчас полностью доступно для скачивания на безвозмездной основе. Каждому абсолютно в библиотеке это существует. Поэтому оцифровка, конечно же, правильная оцифровка. Изначально те книги, которые сейчас издаются, очень важно делать и хранить, что немаловажно, правильным способом, чтобы это осталось для следующих поколений, делать таким образом, чтобы поиск был доступен. Сейчас в библиотеке, заходя на это издание, мы можем найти абсолютно по слову каждый регион, любое место в любой книге, и это облегчает абсолютно работу. Не то, что мы делали в несколько месяцев, делается в течение нескольких часов. Итак, значит, для того, чтобы все это дело могло быть актуально, доступно и интересно, значит, это надо распространять на доступных и информационных онлайн ресурсах. Один из проектов, которым сейчас я вам поделюсь, это информационный ресурс, который мы сделали, это маяк российских достижений, приуроченный в прошлом году к году технологий. Что мы сделали? Опять же, в доступной форме представили информацию кратко и о 15 достижениях, российских достижениях, представили это в 30-секундных роликах, потому что, оказывается, более длительные ролики не всегда смотрят, и позволили непосредственно после этого вовлечь молодых ученых в исследование того, какие же у нас были достижения молодых студентов, ученых за последнее время, тем самым и спозиционировав Россию как страну, которой есть чем гордиться и в настоящее время, не только в 19-20 веке, а и сейчас. Этот проект получил хороший отклик, благодаря интернет-ресурсу. У нас более 60 стран подключилось тогда за это время, и при этом начали мы его буквально в ноябре того года. Сейчас он точно так же есть, мы можем на него выходить и использовать его точно так же в дальнейшем как источник. А по итогу него был еще сделан очень интересный лонгрипт студентами совместно. Вот мы с Евгением Александровичем Канаевым курировали эту работу, они проводили изыскательскую работу по достижениям, описывали это, ну, были вовлечены. Тоже это немаловажно благодаря этой цифре, им было это очень удобно, интересно, и они увидели себя. Поскольку в моей теме очень важная задача стоит осветить и преемственность, в изучении Южно-Тихоокеанского региона. Должны понимать, да, что когда-то, например, Россия, Советский Союз достаточно серьезнейшим образом путешествовал по странам океана и вносил достаточно существенный вклад и влияние свое в этот регион. В последнее время оно немножечко ослабло, соответственно, после коллапса Советского Союза и начинает набирать новые обороты потихоньку. Благодаря цифровизации все быстрее и быстрее. У нас была создана Всероссийская ассоциация исследователей Южно-Тихоокеанского региона. Что мы обнаружили, это самое главное, мы обнаружили огромное количество людей с багажом знаний невероятнейшим, которые, к сожалению, если мы не оцифруем, и если мы не передадим новому поколению, мы просто потеряем. Именно поэтому был создан этот ресурс. Ассоциация исследователей, это на базе нашего центра в Ивране, который позволяет, ну, соответственно, и делиться информацией, проводя конференции о Южно-Тихоокеанском регионе, понимать, что нам необходимо, и также мы сейчас собираем библиотеку по этому региону, именно ту библиотеку, которая может быть для молодого поколения актуальной, интересной, и дальше будем уже оцифровывать все это дело. По поводу музейных онлайн-ресурсов, мы выпустили сейчас онлайн-музей, достаточно хорошим пользуются популярностью, у нас заходов около тысячи человек с разных стран в день, именно на онлайн-музей мы его представили, представили таким образом, чтобы он мог раскрывать несколько тем, это на сайте были размещены важнейшие открытия Миклухомака, история семьи, обозначенные на карте места пребывания, коллекции с 50 экспонатов мы собирали во время научной экспедиции экспонаты, экспонаты оказались действительно уникальны, они пополнили ряд музеев, чем они уникальны, дело в том, что были собраны в тех же самых деревнях, где проводил свои исследования Миклухомака, и во многом они были схожи, при этом мы делали описание этой коллекции совместно с местными жителями, потому что сейчас мы должны понимать, идет тенденция в науке, особенно в европейской науке, о том, что если вы представляете какие-то материалы, особенно музейные коллекции, то скажите, пожалуйста, а кто их описывал? Вы описывали? Ну хорошо, а на основании чего? Книг, которые были в 19 веке? Ну хорошо, а местные жители что об этом говорят? Ничего, ну тогда ваш музей хорош, но давайте мы все-таки спросим и коренных жителей, что они по поводу этого думают, поэтому вот этот вот музей, мало того, что обладает уникальной коллекцией, которая была подарена, ни один из экспонатов не куклен принципиально, это важно, потому что мы тем самым можем реальные экспонаты представлять, у нас есть факт описания, передача этих экспонатов, оцифрованный, что тоже важно, видео, оцифрованный, в музеях за рубежом, абсолютно не боюсь, что это может быть изъято, потому что вы знаете, что представление, например, некоторых коллекций, всегда, не всегда, в некоторых случаях, задается вопрос, откуда у вас появился этот череп, в конце концов, ну если у вас нет подтверждения, то скорее всего этот череп обратно не приедет, и мы создали макет берега Маклая, миниатюри, созданной на основе архивных реконструкций, реконструили экспедиционный костюм путешественника, фильмы представили, и экспедиции по следам Миклуха Маклая, то есть мы продолжили и показали в этом музее не только те исторически интересные, как мне кажется, факты, интересные коллекции, а мы показали, как это применяется в настоящее время, и что, к чему приводит работа в ученых, например, и через 150 лет, и что это интересно и на самом деле и сейчас, и что это имеет смысл продолжать и в дальнейшем, что было, к моему мнению, достаточно важно. Соответственно, здесь я, если позволите, два слова остановлюсь на музее, который мы говорили до этого, дело в том, что в музее был представлен сам по себе макет берега Маклая, мы описали его таким образом и сделали на основе рисунков ученого, что очень важно, если бы мы их не оцифровали, мы бы не смогли сделать, то есть если мы увеличим этот макет, он сам по себе метр на метр, вот если мы увеличим, это уже сделано в 3D модели, вот он здесь вот небольшой, вот такой вот маленький, а в музее можно его посмотреть, если мы его увеличим, мы получим полную ростовую фигуру именно того папуаса Туэ, который впервые познакомился с Миклухом Аклаем, то есть если следующий, если макет будет разрушен по каким-то причинам или еще что-то произойдет, или же еще какие-то вещи могут произойти с этим всем, то у нас есть по крайней мере страховка в виде того, что у нас все это оцифровано в 3D формате, это можно продублировать, как и равны другие выставки и всегда экспонировать в других местах. Идея онлайн-музея, онлайн-ресурсы произошла после того, как привели ряд выставок, точно так же вы видели большой интерес, поняли, что, к сожалению, невозможно охватить, как хорошо сказал докладчик, это безгранично большое количество людей по всему миру. Этот онлайн-музей у нас представлен непосредственно на русском и английском языке. Буквально вчера в Папуа, Новой Гвинеи, в центральных прессе, вышла непосредственно заметка об онлайн-музеях Туэ, созданных в России, и о том, как, соответственно, мы, они удивлены и гордятся тем, что российские ученые в России сохраняют их историю, традиции, культуру, что очень важно. Значит, сохранение и обеспечение преемственности научных традиций. Вот мы об этом сейчас, в принципе, говорили, но основополагающим фактором научных теорий, идей, понятий, методов и средств научного познания является деятельность по сохранению и обеспечению преемственности научных традиций. Ну, разумеется, через то, что мы оцифровываем, мы можем все это передавать молодому поколению, просто отправив им даже интересные презентации, картинки, видео по WhatsApp или отправив ссылку на этот онлайн-ресурс, который позволит им получить ознакомление с этими материалами. Развитие двухсторонних отношений, соответственно, через цифровизацию. Каким образом? Хотел обратить внимание на фотографию, которую вот тут внизу мы рассматриваем, с Майклом Самарой. Майкл Самарой – это основатель государства Папу Ново-Гвинеи, сейчас он покойный уже, сэр Майкла Самара. Мы хорошо с ним знакомы, были после того, как я ему представил материалы, собранные Миклухом Акай, хранящиеся в кунсткамере. Мы собрали эти материалы, собрали материалы, то, что было в МГУ, оцифровали это все дело. Это не было оцифровано, чтобы вы знали, я был удивлен этому очень сильно. В 2015-2016 году мы оцифровали это, получали разрешение там на оцифровку, оцифровали, сделали все это дело. И мы сидим на его красивой яхте, я показываю ему выставку и фотографии, и фотографии, сканированные копии вот этих вот всех экспонатов. Меня очень сильно удивляли, спрашивали, зачем ты везешь вот эти вот фотографии, зачем ты везешь их в такой форме. Я говорю, ну, я считаю важным показать, как мы сохраняем традицию для них. Это должно для них быть очень ценно. И вот мы им показали, были очень удивлены, сказали, что мы не ожидали, что в России так хорошо помнят. И они поддержали очень серьезным образом. Вот видите наш красивый папа Новый Гвинеец на берегу Макая, сзади российский флаг. Вот рано, как 150 лет назад через цифровые технологии российский флаг оказался здесь. Но это не нарисованный флаг, а настоящий, который стоял, когда они нас встречали. Теплые встречи через то, чтобы показать, насколько они ценят, любят, уважают нас. Сейчас на берегу Макая сохраняются традиции во многом, как и ранее, но, к сожалению, цифровизация ведет к тому, что молодое поколение, оно, разумеется, идет отток. И сейчас есть активная стадия, когда многие переезжают в крупные города и будут переезжать дальше. Как мы сможем сохранить эти традиции, как мы сможем показать им ту историю, правдивую историю, только через то, что мы сохраним. Это в виде цифры и в дальнейшем будем показывать им фильмы, историю и картинки, те, которые они будут воспринимать, для того, чтобы уже как-то лояльно относиться к нам. Развитие двухсторонних отношений вот через цифровизацию. Я говорил о том, что первое наше мероприятие, которое мы были на берегу Макая, сделали телемост. Я не представлял, что мы будем еще раз и еще раз на этом берегу, и еще раз и еще раз в Папу-Новой Гвинеи. Поэтому относился к каждому дню как к последнему. Мы провели, соответственно, такой вот телемост, сломалась техника, а вот у меня в руках телефон. Через телефон, при помощи камеры и микрофона в телефоне, была организована трансляция, и через ТАСС мы в Россию транслировали вот этот вот телемост связи России и Папу-Новой Гвинеи. Справа мы можем увидеть институт, великолепнейший университет в городе Маданг. То есть не только ребята там бегают и в красивых платьях или в красивых национальных нарядах, но и, безусловно, хорошо в них проходит хорошее обучение, образование. Вот, соответственно, благодаря этим нашим коллегам, друзьям мы, соответственно, представили и выставку, они это все дело оценили, показали, посмотрели. Ну и, соответственно, в российских школах и городах. Почему? Потому что через то именно молодое поколение, которое мы представим в доступной форме, которые, посмотрев это дело, для них будет естественно и нормально, да, изучение этого региона, развитие этих отношений, теплые отношения между странами. Для них это естественно. Они об этом знают с детства, потому что понимают. Так же, как я когда-то смотрел на карту, карту, где было написано «Берег Маклая», и для меня было удивительным, когда я вырос, почему его сейчас нет. Это заставило меня его, в конце концов, нанести, пускай пока виртуально, но, по крайней мере, при поддержке и сообщества Папу Нового Гвинея, и премьер-министра даже Папу Нового Гвинея, так и наше молодое поколение, которое будет через цифру воспринимать те знания, которые ученые собрали, они в дальнейшем смогут продолжить ту работу. Развитие двухсторонних отношений на цифре – это и возможность непосредственно в самих деревнях поработать. Вот посмотрите, какая ситуация. Собранный материал, научный собранный материал у нас во время экспедиции невероятнейший, огромнейший материал, именно еще благодаря той доброй, доброму отношению к коренных жителей. Каким образом? Вот видите, лэптоп, мой компьютер открытый, и тут мы показываем фильм, фильм о них, который мы сделали, фильм о них, и который рассказывает о жизни, быте, и который точно так же, второй фильм мы показывали о России, и как ездили папуасы в Россию, поскольку мы папу Новый Гвинейцев пригласили тоже туда. Это позволило лояльно относиться к нам. Мы собрали благодаря этому серьезный материал, если говорить откровенно, вот папу Новый Гвиней считает второй, недавно в новости узнал, что они второе место занимают среди криминальных стран. Это не очень соответствует, конечно, действительности, но только подогревает интерес с одной стороны. Я вам должен сказать, что во всех самых страшных деревнях, каких только возможно, я побывал, благодаря цифре, которую я показывал с телефона, благодаря тому, что мы показывали информацию, как мы много о них знаем, и с тепло относимся к сохранению этих традиций. Вот мы видим здесь точно так же и продвижение российской культуры, лекции в университете, открытие российского кабинета, впервые папу Новый Гвиней, благодаря этому, благодаря лояльности к нам, благодаря научным экспедициям, именно через научные экспедиции, они проведены были в 2017, 2019 году, впервые был открыт российский кабинет, это фактически российское председательство. Посольство у нас там было до коллапса Советского Союза, потом переехал в Индонезию, посол есть, но у нас были проблемы с визами, с визовым вопросом, у нас были проблемы с присутствием там конкретно, соответственно, эти вопросы все решились через науку, через исследование, через то, что мы показывали традиции и никакого бизнеса там еще и не было. Здесь мы можем видеть непосредственно мероприятия, которые мы организовали в МИД, представив возможность и привлекли внимание не только Папу Новогвинейских товарищей, а и наших серьезных коллег, вот мы видим Игорь Владимирович Марков, значит, замминистра, который занимается именно этим регионом на выставке, которую мы открывали совместно, именно Папу Новогвиней, когда бы мы собрались для того, чтобы обсуждать Папу Новогвиней, а именно благодаря тому, что цифровизация позволила окунуться в этот интересный и уникальный мир, который никто не хотел проходить мимо, а в ходе обсуждения были уже решены вопросы дальнейшие, какие существуют для того, чтобы развивать отношения. И вот мы можем видеть как раз премьер-министра Папу Новогвиней, Джеймса Мараппа с нашими книгами, с тем, что он поддержал наши отношения. И я вам должен сказать, что как раз презентация, цифровая презентация о тех мероприятиях, выставках, которые мы делали в России, о том научном наследии, которое у нас сохранено, позволила открыть кабинеты всех абсолютно министерств, которые были необходимы для укрепления связи. Я занимался научной работой и работой по организации кабинета, а все остальные, кто хотел, он всегда из России желанный гость благодаря именно той цифре, которая пришла, которая позволила увидеть фактически, что же происходит на самом деле. Вот здесь вот как раз мы открываем российский кабинет с послом Людмилой Воробьевой и Гарри Джуфа, члены парламента, другие члены парламента. Ну и, соответственно, результаты конкретные. Я вам сказал упрощение визового режима. Фактически, что значит упрощение? У нас просто было не въехать в страну в Папу Новый Вене. Почему у нас экспедиция была уникальная? У нас россиян там не было или было очень мало, а те, кто были, очень часто в блогах рассказывали совсем не о Папу Новый Вене и совсем не о том, что там было на самом деле. Это можно было увидеть, только убедившись, когда мы сами оказались там. Открытие российского кабинета, фактически наше представительство. Сейчас вот мы, у нас представитель едет в Папу Новый Вене и передаст туда как раз шеститомное собрание сочинений. Это тоже хороший шаг. Фестиваль Дней Российской Культуры в Папу Новый Вене, международные проекты. И далее, то есть, соответственно, ряд культурных и научных центров присоединились к тому, чтобы развивать эти отношения. Потому что это стало интересно, это стало доступно, это стало удобно. Это не заставляет читать сразу шеститомное собрание сочинений, а это заставляет увидеть результат работы прямо сейчас, быстро, а когда уже будет время, и почитать шеститомное собрание сочинений. Соответственно, для нас было важно сохранение преемственности в изучении. Это, соответственно, российские деятели науки и культуры как мировое явление. У нас есть проекты, социальные сети. Международный проект Маяк Российских достижений это онлайн ресурс, который мы представили. То есть, все это дело мы переводим в цифру для того, чтобы это можно было, могло быть там представлено. Ни одного из материалов нет неперепроверенного, невычитанного. Ну, а если вдруг такое появляется, мы, конечно же, это заменяем. Я, по крайней мере, не помню, что у нас была с этим проблема. Ну, и вот, благодарю за внимание. Я надеюсь, что я не занял много времени и мне, если вам интересно, будет приятно ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Николай Николаевич. Очень интересно. Тоже время пробежало быстро. Можно было бы еще и фильм посмотреть. Вас хотелось бы. И пока я не забыла, может быть, если у вас будет возможность, вы бы поговорили с моими магистрантами. Некоторые присутствуют сейчас, которые в моей магистратуре искусствоведческой, культурологической, потому что вопросы музеификации, это для нас очень важно, и цифровизация. Но я не хочу сейчас перетягивать одеяло. Коллеги, пожалуйста, вопросы, замечания, благодарности. Все. Добро пожаловать. Зоя Васильевна, вы всегда выручаете. А я еще хотела сказать, что у нас один из пионеров цифровизации, Александр Александрович, вот я его вижу, Сан Саныч Столяров. Может быть, скажете что-нибудь, потому что вы с нашим любимым шефом стояли вообще у основ цифровизации источников с Дим Димычем. Скажите пару слов, может. Да, спасибо вот за такую очень интересную презентацию. И спасибо за то, что уже воочию можно видеть те плоды, которые приносят цифровизация. и это очень здорово. Вот я с интересом наблюдал и слушал, как то есть у меня тоже не было сомнения, что все вот эти коллекции, которые есть и в Питере, и в Москве, они уже оцифрованы. Но оказывается, я узнал тоже из этой презентации, что они были вот только в связи с этим проектом за них взялись, и они действительно теперь оцифрованы. Это здорово. И это для нас большое большое ну большой урок и назидание, что в общем еще много чего может быть сделано на нашем материале. и нам необходимо вот цепляться за эти мелочи, о которых говорил Николай Николаевич, вот, чтобы не упускать и чтобы оставлять, чтобы вот это все действительно очень ну очень назидательно. И я думаю, что мы будем сотрудничать действительно, потому что основ для сотрудничества у нас я думаю будет много. Спасибо. Спасибо, Сан Саныч. Николай Николаевич, пока не забыла, а вы с нашим музеем Востока сотрудничаете как-нибудь? Может быть выставки какие-то или привозите может быть им что-нибудь? Нет, мы сейчас не делали выставок с ним, ну возможно сейчас видите все в цифре очень удобно. Ну может подумайте, потому что генеральный директор музея Востока он же сотрудник ну вы знаете прекрасно Седовского института да и у нас например наш Куценков который ездит в Мали часто делает выставки то есть там были благодарны можно какой-то в совмещенном формате проект придумать. Мы планировались сделать несколько лет назад у нас есть коллекции просто которые имеют историко-культурную ценность достаточно высокая это достаточно дорогостоящая передвижение кстати говоря и к этому вопросу я должен вам сказать что вот например наши коллекции государственные музеи новгородском представляли приезжает специальная машина правильным образом оборудование правильным образом крепляется коллекция бумага определенная правильным образом специально обученные люди вытаскивают забирают описывают все это дело очень дорого плюс по-настоящему если еще и страховать надо конечно это понятно или же по цифре отправить хорошее видео и все остальное представляете насколько это доступно для многих то есть конечно же в этом плане мы открыты к сотрудничеству и представим как и в дорогом варианте так и в доступном понятно прекрасно сейчас в музее импрессионизма проходит выставка которая называется искусство перемещения предметов я естественно до нее не дошла пока но вот это как раз то о чем вы говорите я хотела еще сказать что неожиданно первый доклад и второй доклад совместились потому что вы говорили о границах и Дима Дмитрий Александрович начал с пересечения границ и то что вы говорили это вот пересечение культурных таких границ для меня стало потрясением как для любого человека определенного поколения для которого имя Миклуха Маклая понятно что означает что был некий промежуток некий гэп между тем временем когда ваш предок находился там и вашими экспедициями я правильно поняла то есть отсутствие контактов на берегу Маклая периодически были путешественники фактически Российская Академия Наук была дважды это были экспедиции института науки антропологии но кстати института востоковедения сотрудники тоже были поскольку но мы были там через 40 лет фактически на столетие Миклуха Маклая фактически через 100 лет была следующая то есть через 100 лет была советская экспедиция и через 40 лет мы то есть мы на 106 годовщину высадки Миклуха Маклая были там я должен вам сказать что у нас экспедиции проходила первая экспедиция около месяца но мы были и в Австралии также а вот советские ученые 2-3 дня и я вот думаю как же они могли все это дело описать вот как как это возможно как это быстро возможно и вы знаете они как десант готовились много лет много лет они читали изучали для того чтобы за эти 2-3 дня когда они высадились сделать максимум возможного у нас было больше слава богу времени и в первый и второй раз и мы воспользовались их опытом благодаря этому всему вот но потому что как можно много сделать когда ты обладаешь информацией что эта информация доступна спасибо Николай Николаевич безумно интересно я хочу еще вас пригласить опубликоваться в наших журналах которые я курирую и вот коллега который сейчас не присутствует на семинаре но не важно и в Вестнике и в Восточном Курьере где можно полноцветные дать иллюстрации то есть если вы захотите что-то сделать то прямо было бы очень красиво наш журнал Восточный Курьер я вам напишу он как раз ориентированный на экспедиции вот Александр Александрович нам дает чудесные материалы на культуру и все такое коллеги еще вопросы пожалуйста вопросы замечания мнения предложения да Максим Александрович Лебедев если я по голосу слышала правильно тоже занимается цифровизацией и возглавляет одну из экспедиций в Египет и в Судан Максим пожалуйста Николай Николаевич спасибо большое за очень интересный такой насыщенный доклад я хотел спросить вот действительно многие ученые сегодня но мы в том числе как археологи создаем большое количество цифрового контента и есть тут всегда определенные опасения вот например мы из каждой там своей экспозиции привозим по примерно 2 терабайта данных которые где-то должны храниться это там цифровые снимки планы чертежи точки снятые тахеометром трехмерной модели я знаю что у археологов это серьезная головная боль кто-то хранит до недавнего времени хранил эти диски там в банковских ячейках по несколько копий вот сейчас существует в отдельных странах там государственных депозитариях куда можно эту информацию загрузить академическую и она там будет храниться потому что в какой-то с какой-то степени надежности да которую современные технологии могут обеспечить если речь идет о каком-то научно-популярном контенте который все мы создаем то понятно что скажем через несколько лет его он может потерять свою актуальность или появятся какие-то новые работы которые подадут материал в каком-то более актуальном виде изменятся технологии и так далее но когда речь идет о научном продукте да в тех же самых книгах то тут возникает необходимость как-то сохранить это ну на века да как до этого работали бумажные книги сегодня существует проблема многие книги научно они издаются маленькими тиражами либо используется лазерная печать надежность которой вызывает вопросы в общем действительно цифра кажется очень удобной для хранения но если речь идет о том что мы хотим обменяться информацией через там скажем нашим контентом через 10-15 лет когда в общем каким образом вы гарантируете в своем в своих проектах вот сохранность там скажем 10-15-20 лет хотя бы можно вообще об этом с уверенностью говорить с уверенностью говорить невозможно почему потому что все может прийти и измениться но мы делаем максимум возможного чтобы эта уверенность пришла потому что без уверенности жить трудно безусловно я вам скажу конечно я использую и обычный диск плюс SSD все это достаточно дорогое удовольствие как вы понимаете прекрасно потому что например меня тут напугали что обычные диски значит при падении соответственно мы можем потерять информацию я побежал покупать такие увидел какая цена думаю боже мой как же можно с этим справиться в любом случае информация поскольку ценные мы храним я это все делаю на дисках плюс храним я храню еще конечно же только только диски у меня это хранение только диски если мы говорим о Яндекс диске о Google он один раз сделал целое приключение объединив мне ряд файлов и удалив самостоятельным образом потому что iCloud начал не дружить с Яндексом они отказались от того что это так может быть но информацию я потерял в любом случае поэтому это это уже было у меня то есть когда ты например делаешь включаешь iCloud и у тебя синхронизируется все что есть одновременно открыт Яндекс диск не знаю исправили они эту ситуацию или нет но я уже никогда одновременно не открываю потому что все начинает начинает путаться поэтому с одной стороны цифровые технологии надежны с другой стороны некоторые сами создавшие цифровые технологии не до конца во всем этом деле разобрались поэтому вы как археологи сами прекрасно понимаете надо сохранять где-то так подальше иногда от цифровых технологий эту цифру я только на дисках понятно спасибо большое просто я хотел если можно чуть-чуть добавить что понятно что сейчас во многих университетах в том же в нашем институте есть серверы на которых можно хранить определенный объем информации но тут тут много проблем связанных с тем как финансируется наша наука на поддержку такого сервера или аренду оборудования можно получить грант на несколько лет но что будет опять же через 10, 15, 20, 50 лет большая большая проблема просто хотел выразить озабоченность а так конечно у нас в музее откровенно сказать поскольку многих мне пришлось посетить период подготовки экспедиции и далее точно так же к сожалению очень часто из-за того что нет оцифрованных материалов или описанных некоторые коллекции просто мешком лежат кто-то забыл их описать поэтому это к сожалению не только у нас это и в других в мировом пространстве существует абсолютно поэтому конечно одна из важных когда я это увидел важных принципов как только ты этот материал получил сразу как можно быстрее его надо описать чтобы он ни в коем случае не куда не делся не лег просто балластом таким вот так вот спасибо спасибо большое Максим спасибо Николай Николаевич еще пожалуйста вопросы замечания опасения я послушав вас внутри создала какую-то такую карусель что сначала оцифровываешь потом потом сканируешь потом оцифровываешь и так далее до бесконечности и нет нет уверенности в том что это сохранится немножечко такое пессимистичное возникло какое-то ощущение нету такой если по поводу книг я просто может быть объясню существует программа которая оцифровывает и дает возможность переводить это в текст вот эта программа для научных изданий не годится никакая не годится надо чтобы мы сидели и каждую страницу перечитывали это должен быть специалист потому что там иногда выкидываются слова иногда соответственно специальные слова адаптируются под русский язык и получается что вообще смысл теряется то есть вот я говорил об этом да то есть если мы переводим это не обычный перевод если кто-то думает это обычно обычно не произойдет это создание книги заново это да понятно спасибо что вы это сказали потому что мы вот буквально в этом году переиздавали как раз сочинение нашего шефа покойного и он был тюрколог и занимался руникой и это была грандиозная работа конечно так что это понятно вся проблематика это безусловно но тем не менее благородный труд бесконечный пожалуйста еще какие-то замечательные я спрошу да по-моему это ты не вижу да Николай Николаевич скажите спасибо большое за такой интересный доклад скажите пожалуйста вы один работаете в команде у вас есть какие-то действующие члены команды какие-то сотрудники да или под каждый новый проект у вас новый какой-то коллектив ну вот я вначале сказал о том что вот сам по себе идея пошла от фонда да но все это вся эта работа совместно происходит с институтом востоковедения соответственно с нашим центром кстати центр был создан вот как раз и после активной работы в этом направлении потому что мы еще с предыдущим директором когда пообщались и показали определенные работы да то есть и сотрудничество непосредственно в начале фонда с институтом он пригласил уже конкретно для активной работы уже здесь в институте поэтому в основном это соответственно с институтом ну соответственно с нашим институтом востоковедения коллегами из нашего отдела со всеми мы работаем у нас точно так же есть из института этнологии антропологии потому что там безусловно есть специалисты по этому региону и мы занимались вместе с ними но точно так же благодаря ассоциации вот почему наша идея создания ассоциации потому что иногда подряд проектов нужны специалисты все больше и больше и это достаточно сложно их искать вот ассоциация позволяет решить этот вопрос при помощи обычной рассылки когда ты говоришь о том что завтра у тебя срочная конференция нужно обсудить новую Зеландию и мы ее обсуждаем то есть вот через этот ассоциацию которая создана кстати на базе опять же института то есть мы понимали это все сделано на базе института мы таким образом получаем информацию да у меня основная команда есть но по каждому проекту мы пытаемся идти проект за проектом все в одном и том же направлении мне как-то спросили сказали что у вас все проекты все об одном и том же но я не знаю для меня это не об одном и том же это по одному направлению разумеется мы все более и более детально узнаем поэтому благодаря этому мы можем иметь возможность работать с постоянным костяком который мы работаем это и София Евгеньевна поле и коллеги которые работают со мной поможут прервался видно вылагиняло видно Николая Николаевича так сейчас посмотрим я знаю что Дмитрий Александрович должен сейчас уходить может быть а вот еще пока не ушел но хотела сказать огромное спасибо и мне показалось что действительно наши разные темы разные области нашего большого большого востока тем не менее сошлись это было ужасно интересно и полезно Дима если хочешь сказать пару слов заключения скажи может быть Николай Николаевич еще тоже зайдет и мы тогда со спокойной совестью закроемся да ну мне как раз кажется действительно на самом деле очень интересный доклад был Николай Николаевич хотя конечно для меня этот регион очень далекий и мало известный но вот если говорить с точки зрения цифровизации вот это как раз наглядная демонстрация во многом того что я говорил смотрите как сдвигаются границы ведь все онлайн музеи и так далее это же дает возможность людям со всего мира без преувеличения на это смотреть и совершенно другие задачи начинаются выполнять и вот мне кажется что вот наши два доклада они как бы были на самом-то деле про один и тот же естественно про один и тот же процесс но подсвечены совершенно разных сторон и за счет этого и у меня как участник этот процесс немножко такая более выпуклая картинка что ли появилась мне кажется это очень здорово вот и я хотел сказать большое спасибо во-первых за сам семинар организаторам и за то что меня позвали всегда приятно это я надеюсь что очень что разговор не был бесполезным а был интересным хотя судя по вопросу мне так кажется что и было я очень рад очень рад и два очень интересных вот таких вот полюсов мы посмотрели вот спасибо всем огромное спасибо огромное Дмитрий Александрович Николай Николаевич к нам вернулся я думаю что мы логически подходим к концу Николай Николаевич может быть скажете какие-то финализирующие мысли соображения я сюда добро пожаловать здравствуйте еще раз мы сейчас увидели проблему цифры он просто пропал да-да да-да понимаете это проблема цифры то есть если бы мы если бы мы были на нашем заседании даже уйти по-английски мы бы все равно его заметили правильно как он уходит а он просто взял пропал и почему непонятно вот это проблема цифры поэтому я считаю что научные изыскания которые делают в любом направлении они должны служить людям в первую очередь не только специалистам и через образование молодого поколения которые можем вовлекать через удобный цифровой контент мы сможем больше привлечь людей в науку и показать насколько это увлекательное дело наука и насколько много есть уголков планеты неоткрытых и насколько много есть место для новых открытий новым исследованием с этим как бы живу и вот этим направлением вдохновляюсь и мне очень приятно что я нахожусь в коллективе именно людей которые разделяют это же мнение своими делами не просто словами поэтому большое спасибо и Дмитрию спасибо за доклад поэтому и вам большое спасибо за модерацию и всем за вопросы спасибо спасибо Николай Николаевич я в последнюю секунду вспомнила что мы в июне будем проводить большую конференцию но надеемся что международная но как получится не знаю посвященную искусству востока и востоку в искусстве и так как у нас кстати говоря в отделе хранится бережно один из еще советских томов издания вашего предка с его рисунками может быть вы бы рассмотрели возможность поучаствовать будет тоже в смешанном формате и было бы очень интересно ваш уголок земли как искусство востоке но можно подумать как это подать и проблему музейных коллекций там тоже мы будем рассматривать вот а что касается Дмитрия Александровича Дмитрий Александрович проводит потрясающую совершенно уникальную источниковическую игру может быть мы еще это организуем его попросим ее провести так что давайте сотрудничать спасибо большое всегда за спасибо да спасибо большое всем участникам всем слушателям докладчикам и я надеюсь мы выложим запись этого семинара и можно будет его тоже распространять спасибо еще раз большое за участие за терпение за ваше время и отдел истории востока вас ждет приходите рассказывайте нам можно я сделаю селфи вместе с вами со всеми что извините есть такая модная модная тенденция называется селфи можно я с вами сделаю с удовольствием конечно это получится мы войдем все не поверите это каждый может сделать вы не поверите это очень интересно я делаю скриншоты обычно спасибо приятно очень приятно мы сделаем новость на сайте и запись тоже сохраним еще раз маленькое объявление обязательно маленькое объявление по поводу следующего нашего заседания которое мы пока с Димой Тимохиным подготавливаем на 21 февраля я надеюсь это будет в очном формате вот поэтому пожалуйста следите за нашими объявлениями таинственно таинственно но Александр Александрович тоже отличная идея поэтому я думаю что будет очень интересно спасибо еще раз всем отдыхаем пьем кофе спасибо спасибо всего доброго спасибо до свидания хорошего спасибо спасибо